Эпидемия коронавируса и введенные в связи с этим на территории страны и Тверского региона, в частности режим нерабочих дней, вопреки ожиданиям, не стали причиной снижения количества дорожно-транспортных происшествий на территории нашей области. Об этом рассказали в региональном управлении ГИБДД. За первые три месяца текущего года число ДТП не только не уменьшилось, но и даже выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. О причинах этого в следующем сюжете. В большинстве регионов России введен режим нерабочих дней. Состоялось массовое закрытие точек общественного питания, отменены культурно-массовые мероприятия, а граждане отправлены на самоизоляцию. Но порой начинает казаться, что все это не про Тверскую область. Если на первую выходную неделю большинство тверетян еще старались не выходить из дома, то с приходом первого апрельского тепла город вновь ожил. Одной из свидетельств тому цифры индекса самоизоляции не оказала существенного влияния сложная эпидемиологическая обстановка и на аварийность. По сравнению с прошлым годом количество ДТП за первые три месяца не только не уменьшилось, но и увеличилось более чем на 5%. Обстановка с аварийностью на территории Тверской области за первый квартал остается нестабильной. При небольшом снижении количества погибших и пострадавших ДТП их количество все-таки растет. В первые месяцы января мы фиксировали стабильно высокий уровень аварийности погибших и пострадавших ДТП. В феврале он очень резко возрос. В февральский всплеск аварийности на дорогах Верхней Волжи сотрудники госавтоинспекции связывают с несколькими факторами. Например, с нестабильными погодными условиями. Попросту говоря, с перепадами температур. Днем дороги таяли, а ночью замерзали, заставляя водителей ехать по гололедице. Однако не только скользкая дорога стала причиной участившихся аварий. Существенный прирост пошел по количеству так называемых пьяных ДТП. Нам не удалось снизить количество ДТП с участием нетрезвых водителей, а также не удалось добиться снижения лиц погибших в таких ДТП. Количество ДТП возросло на 35%. Одного человека больше погибло в таких ДТП. Отметим, что некоторые эксперты усматривают прямую связь между всплеском пьяной аварийности, введенными ограничительными мерами на территории Тверской области в связи с пандемией COVID-19. Количество свободного времени у людей увеличилось, и судя по выросшему спросу на алкоголь, нетрудно догадаться, какой вариант организации досуга многие себе выбрали. Вместе с тем спиртное продолжает оставаться в свободной продаже, и приложившись от скуки к бутылке, некоторые горе-автолюбители усаживаются за руль. И ничего поделать с этим явлением пока не удается. А действительно, в наших программах мы уже не раз показывали, что алкоголь создает угрозу жизни людей, толкая их на самые дикие преступления, когда, например, брат поднимает руку на брата. Поэтому сейчас может быть и уместно рассмотреть ограничения на продажу алкогольной продукции, предложенные Государственной Думой Российской Федерации. Ведь не все люди в силах организовать свой досуг с пользой для себя и окружающих. Так что в отчете ГИБДД чуть ли не единственным положительным моментом стало лишь почти 50-процентное снижение количества аварий с участием детей. Однако без жертв и пострадавших с начала года все-таки и тут не обошлось. Так, за первые три месяца 2020-го один несовершеннолетний погиб, еще 25 пострадали. Я предлагаю все-таки и водителям, и родителям несовершеннолетних пешеходов быть предельно внимательными. Еще одной темой отчетного бейфинга стало предоставление государственных услуг в период пандемии. В настоящее время работа с автовладельцами осуществляется только по предварительной записи через портал госуслуги. Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде проходит без изменений. Заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью. Также по предварительной записи по телефону проходит выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями и свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.